Привет, привет, мои прекрасные друзья! Вот попытаюсь я всё-таки попасть на этот баут, на эту интересную... Она называется «Ля Муш», потому что медленная, как мушка, муха. Ну, давайте закончим уже с Лувром, в том числе с Генрихом Наварским и Королевой Марго. Вы помните, на свадьбе произошла ночь варфоломеевская во время праздника святого варфоломея. Ну, что я хочу сказать, что Генрих сказал «Париж стоит мессы», потому что он был королём Навара, а королём Франции не был. Он перекрещивался раза три, будучи гугенотом, стал католиком, потом опять гугенотом, потом католиком и сказал вот эту фразу «Париж стоит мессы». Ну, а наш Луи XIV, который мы видели, это потом уже случилось. Там написано на памятнике, что он был королём Франции и Навары. То есть вот такими путями всё происходило. А перед нами, я думала, консержери. Покажу потом консержери, где была Мария Антуанетта. Но больше я люблю набережную Лёрфевр. Где? Она с этой стороны тоже, там, где Лувр. Где был Мегре? Вот там, оттуда, Ксиминан писал. Ну, вот как-то так. Я люблю всё познавать через литературу. Я надеюсь, вы это поняли. Но всё. Давайте. Мушка уже одна отошла, пока мы с вами снимали. Сейчас буду ждать вторую. Ля муж. Всё. Обнимаю вас, Любой. Ча-ча, мои прекрасные друзья. Про консержери я сказал, что там сидела Мария Антуанетта. До того, как её обезглавили. И обвинили во всяких страстях сына и так далее. Я имею в виду воздействие на сына и действие с сыном. Что было неправдой. Ну, хороший король, который Луис XVI. Он любил мастерить и так далее. И вообще не понимал, что происходит. У меня, кстати, была попытка уехать, потому что был у неё воздыхатель такой из Швеции. Визин. И на деньги русской княгини или баронессы наняли карету. И они уехали, уехали. И если бы не почти льон при пересечении границы, который привык видеть на марках или на деньгах профиль короля, они бы убежали с помощью русских денег. Но не получилось. Ну всё. Ча-ча, мои прекрасные друзья.